Готовы? Раз, два, а! Старк и его оркестр. Зачастую ему приходится работать с непрофессионалами, которые не знают нот. Но это того стоит. Заучивать, как мы говорим, на ушах. То есть вот именно, который дар есть у людей. То есть вот таким способом, примитивным довольно. Но тем не менее мы постараемся, конечно, выйти на достойный уровень, чтобы это было довольно профессионально звучало. Потому что ребята все относятся в основном, конечно, очень ответственно. Когда 35 человек играет тебе в спину, ты волей-неволей ощущаешь именно это движение и энергетику, которую оркестр передает. Да, и солист эту энергетику уже передает залу. Например, Дмитрий Еремеев впервые принимает участие в конкурсе. Для него все волнительно и ново. Вокалист выбрал для исполнения песню первым делом самолеты. Лично для меня эта песня значит, что сначала сделал дело, а потом гуляй смело. Ну, поэтому я одну считаю, для меня эта песня прям очень важна и характеризует меня, можно сказать. Благодаря этому проекту, этому конкурсу я впервые поучаствовал, что и спел подживой оркестр. И разница просто колоссальная, что когда ты реально слышишь, когда ты видишь этих людей, которые реально уже профессионалы в своем деле, и эта живая музыка, это очень невероятно, это очень завораживает, это очень прекрасно. Музыкальный руководитель детского сада «Колокольчик» Дарья Кузьменкова также участвует в полигоне впервые. Выбрала для конкурса произведение «Так случилось, мужчины ушли» Владимира Высоцкого. Эта песня про войну, про мужчин, как их ждали, жены. Она на самом деле очень душевная. В этой песне, знаешь, такие нотки, прям страдания есть. Вот если ее петь со всеми эмоциями, там плакать можно. Я чувствую энергетику оркестра, она очень мощная, и хочется петь еще больше. Это мой первый опыт, мне просто интересно там поучаствовать, попробовать себя, попробовать себя в оркестре, на сцене, на большой, потому что у нас обычная работа, работа с детьми, а тут это что-то новое. В любом случае, это всегда интересно себя пробовать в чем-то новом. Ежегодные организаторы конкурса удивляют находками, творческими изобретениями. Сюрпризы будут и в этом году. Но самое главное, чего стоит ждать зрителям, это сильнейшие работы души. Ведь, как писал Ницше, без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Екатерина Шахаева, Зураб Кабахидзе. Новости.